Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Транспортировались на борту Ан-124 Но журналисты моментально выявили ложь оборонного ведомства США Ближневосточные СМИ утверждают, что российские боевые самолеты следовали всё-таки собственным ходом, а не «транспортировались, как утверждают в Пентагоне, на борту Ан-124» С другой стороны, утверждают информационные источники, со стороны Турции Су-57 также не могли зайти, так как Стамбул не допускает появления в своем воздушном пространстве российских боевых самолетов. В связи с этим, заключают СМИ, попасть на авиабазу Хмеемима российские истребители могли только исключительно через воздушное пространство Ирака, проследовав над его северной частью, а впоследствии войдя и в воздушное пространство Сирии прямо над американскими военными объектами. Учитывая вероятный маршрут следования российских истребителей Су-57, боевые самолеты пролетели через коридор как минимум с тремя американскими военными базами на территории Ирака и тремя военными базами США на территории Сирии. До недавнего времени в США высмеивали российский Су-57, утверждая, что он не может претендовать на звание Стелса, однако, учитывая тот факт, что российские истребители беспрепятственно преодолели несколько тысяч километров прямо над американскими военными базами в Ираке и Сирии, становится совершенно очевидно, что речь действительно идет о самолете-невидимке, который успешно сделал щелчок Вашингтону по носу, отмечают многие военные специалисты.